Следующий вопрос, может ли подбирать находку зимми, то есть христианин или людей, которые живут на территории мусульман? Говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни, в вопросах находки подобен мусульманин. И из шафиитов, из таких, которые сказали, что зимми не имеет права подбирать находку на земле мусульман, потому что он не тот, кому можно доверять. А за нас, говорит Ибн Кудама, то есть за то, что зимми может подбирать находку, то что это является одним из видов заработка. А зимми известно, что имеет право зарабатывать. А то, что они упомянули, то есть шафииты некоторые так, аннулируются, говорит, ребенком и сумасшедшим. Ребенок может подобрать или нет? Или сумасшедший? Может. Его подбирание засчитывается или нет? Засчитывается. Вместе с тем, что они не те люди, которые могут хранить находку. То же самое зимми, мы ему не доверяем, так как он не верующий. Но вместе с этим его находка является действительной. Говорит, если ты это усвоил, значит, что мы усвоили в этом первом моменте? Первый момент относительно того, есть ли зимми евидейных христианин, которые живут на территории мусульман за аджизию, есть ли они нашли находку, если такой человек нашел находку. Действительно его нахождение или нет? Является действительным. И он подобен в этом мусульманинам. Далее. Теперь следующее. Какие из этих постановлений следуют? Если, говорит, он будет объявлять об этой находке год, так же, как мусульманин, то он забирает ее в свое имущество, так же, как забрал бы ее мусульманин. Ва ин али мабига аль-хаким ау-султан а-карра афи-яди, ва бамма илей мушрифан адлян юшрифа али. Смотря, а если правитель узнает, что находку нашел неверующий, иудейный христианин, то он утверждает эту находку в его руках, то есть в руках этого христианина или иудея, но присоединяет к нему человека, которому он может доверять, который будет делать что и шрам, будет наблюдать за этим и будет присматривать за тем, что этот иудей не заберет эту находку просто так сам себе. Но должен что делать? Объявлять о ней, будут о ней объявлять и тому подобное. Если к нему будут приходить люди, это тоже будет присутствовать вместе с ним. Почему? А потому что неверующему нет доверия. Так, он может обмануть, может забрать, может скрыть и так далее. Говорит, ва юаррифуа ла нана лана аман аль-кафир ала таарифиа. Видишь, либо говорит он присматривает, либо сам будет ходить делать таариф за этого иудея и за этого христианина. Почему? Потому что мы не доверяем ему в его объявлении. Его объявление мы ему не доверяем. Ва лана амануа ану хилла фит таариф бишей мин арвачиб алейхи. И мы не доверяем этому иудею христианину, потому что он, возможно, в вопросах объявления допустит какое-то упущение. Не будет должен его брать мобильяр и так далее. Если к нему придут люди, может быть, будут обманывать. Уаджрум мушриф алей. И кто должен будет платить плату? То есть вот этому помощнику, что называется, которые поставлены со стороны правителя. Вот этот вот иудея христианин будет должен платить ему что-то из платы за его работу. Фаидатам махауду таариф мадакал мултаты. Так, если год пройдет, и в течение этого года объявление будет происходить, то эта вещь переходит в обладение того, кто ее нашел. То есть иудея или христианина. И говорит, второе мнение в этом вопросе так, что эта вещь вообще забирается у этого иудея христианина, и объявляется о ней год, потом отдается обратно иудею христианину, если не нашелся хозяин. Значит, подводим итог относительно наши вопросы. Если зимний, иудея или христианина, зимний мусульман, найдут находку, может ли он подбирать находку или нет? Правильное мнение, что да, может подобрать находку. Далее, засчитывается его подбор, то есть его нахождение или не засчитывается? Правильное мнение, что да, засчитывается. Дальше, как поступать с этим? Если о его находке не узнал правитель, и этот зимний, то есть иудея или христианина, объявлял о ней целый год, и хозяин не нашелся, тогда эта вещь переходит в его владение. Так же, как если бы это сделал мусульманин. С этим разобрались. Теперь, если об этой находке стало известно правителю, правитель, брат, не имеет в виду халифа, то есть не должен думать, что сам халиф об этом узнал, пошел, то есть халиф, естественно, таким делами занимается, имеется в виду его наместники, различные органы, институты и тому подобное, различные министерства и так далее. Если об этом стало известно, то как они должны поступить? Одно из двух. Либо приставить к нему какого-то надежного человека, который будет контролировать и наблюдать этого иудея-христианина, чтобы он все делал правильно, что он объявлял должным образом, чтобы когда к нему люди приходили, он их не обманывал и тому подобное. Либо вообще забрать эту вещь из его рук и вместо него делать тарифы, объявления и так далее, и если хозяин не найдется, возвратить ему эту вещь как его владение. То есть в результате владение будет чим? Владение будет иудея или христианина, а не того, кто о ней объявлял, если о ней объявлял какое-то достойное доверие человеку. Почему мы не можем его просто так оставить, пусть сами объявляют? Потому что неверующий не заслуживает доверия. Так ему доверять мы не можем, а это имущество людей. Мы не можем доверить ему имущество чужих людей. Далее, следующий вопрос. Продолжение следует...